По подсчетам социологов, в мире живет больше миллиарда человек, которые имеют ту или иную форму инвалидности. Но важно понимать, что прежде всего они обычные люди, которые мечтают иметь семью, учиться, работать. В Могилевской области более полусотни предприятий готовы к инклюзивному найму. Только в прошлом году в Управление по труду, занятости и социальной защиты обратились 250 человек. И абсолютное большинство нашли свое рабочее место. Некоторые получили новую профессию. О рабочих буднях без ограничений расскажет Юлиана Шлыкова. Зинаида Босман с рождения инвалид по зрению на Могилевское предприятие по производству электроустановочных изделий пришла работать сразу после окончания специализированной школы. И практически на ощупь работает вот уже более 40 лет. Были трудности и падения. Все пришлось нам пережить. И 90-е трудные годы были. Но мы все преодолели. И семью вырастили, и деток дождались. Трое детей и внуков. Вообще просто приняли. Просто не надо лук опускать, быть на позитиве. В сутки руками этих людей создается около 200 тысяч изделий. Свое дело нашла и Татьяна Гришкова. Рассказывает, на малой родине и в Белыническом районе найти работу инвалиду по зрению оказалось сложно. Рискнула. Переехала в областной центр и на новом месте буквально нашла себя. Я здесь работаю с октября. Буквально вот 4 месяца. Мне здесь очень нравится. Потому что некуда идти, конечно. Здесь все условия для труда нам предоставляют. Также мне предоставили общежитие. Сегодня на Типлосе работают чуть больше 250 человек. Предприятие профильное, поэтому основная часть – люди с инвалидностью по зрению. За счет внедрения нового оборудования по госпрограмме на производстве ежегодно создаются новые рабочие места. Одно из них занял Олег Егорович. Как я на группе инвалид, по зрению, вот я и меня взяли на работу. Не оставили в беде. Новая линия не только шанс для людей с инвалидностью устроиться на работу, но и новый путь развития предприятия. Уже в этом году нашими инженерами разработано два новых изделия. Это получение шланга гофрированного для стиральных машин. Данное изделие позволит не только увеличить объемы нашего предприятия, но и загрузить людей, дать новое рабочее место. В этом году на предприятии развивают новое направление строительства и проектирование. И это еще один толчок вперед. Мы сейчас даем людям проявить свои непосредственные качества, специализированные качества, которые остались до того момента, когда человек получил инвалидность. Инвалидность – это не порог. И мы должны давать людям возможность проявить себя, проявить их качества деловые, творческие. Сегодня в Могилеве два профильных предприятия, которые принимают на работу людей с инвалидностью. Всего же около полусотни готовы работать с этими людьми. Предприятие в декабре прошлого года закупило оборудование за счет государственных средств в количестве четырех единиц. Будут образованы новые рабочие места, введены в действие. И на них будут приняты люди с нарушением слуха. Все больше популярностью пользуется такое направление, как адаптация на рынке труда. Если же предприятие берет у нас на адаптацию человека с инвалидностью, в этом случае мы компенсируем заработную плату в течение года, пока человек адаптируется к профессии. У Александра Нестеровича проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Через центр занятости Саша получил профессию оператора ПВМ. Теперь он занимается рекламой, размещает посты в соцсетях и продвигает бизнес. Чем сидеть дома, лучше работать с замечательными людьми. Директору творческого центра Алисе Цумыревой инвалидность не помешала стать успешным. Она основала первый в Беларуси творческий инклюзивный центр и теперь помогает другим. Я на протяжении жизни доказывала, что могу работать, я хочу работать. Каждый хотел это понять, поэтому я открыла этот центр для того, чтобы таким людям помогать находить себя. В Управлении по труду, занятости и социальной защите, говорят, хорошо зарекомендовала себя практика бронирования рабочих мест для инвалидов на предприятиях. Предлагают сопровождающее трудоустройство и переобучение. Мы набираем различные группы, где могут учиться также люди с инвалидностью. Это в том году мы обучали парикмахера, мастера по маникюру и даже повара. То есть, если по здоровью не противопоказано, то мы направляем на учебу. В Могилевской области на учете в органах по труду, занятости и социальной защите состоит более 60 тысяч человек с инвалидностью. Некоторые из них работают, а кто-то только мечтает о такой возможности. В Могилеве в прошлом году за помощью в трудоустройстве обратились более 250 человек с инвалидностью. И больше половины из них нашли себе место по душе.